Так много живописных мест на территории нашего крымского полуострова, но радует, что не только лесные и степные есть зоны, а и множество разных традиций, культур. А главное, что эти традиции делают люди. Сейчас, кстати, я немножко узнаю об этих традициях, скоро к тебе вернусь и обо всём расскажу поподробнее. У нас в гостях сегодня Константинос Исихас, заместитель председателя Международной ассоциации «Друзья Крыма», а также Николай Вовк, преподаватель кафедры иностранной филологии Таврической академии КФУ имени Вернацкого. Добрый день. Расскажите, насколько мне известно, вы сейчас готовите какой-то масштабный глобальный кинопроект. Что это за кинопроект? Это будет грандиозный проект о Крыме и о Греции, о России, о том, насколько крепкие связи между Россией и Грецией, в частности, через Крым, в который пребывали греческие колонисты и развивали здесь свою деятельность. Каких тем эта лента затронет? Какие ещё темы включат себя? Какие темы будут включены? Какие направления будут включены в этот фильм? Сценарий не закончился. Мы начинаем работать на сценарий. Но мы надеемся, что сценарий будет путешествовать через Крым, из-за старых времен до сегодня. И рассказать людям по всему миру, не только русских и грехов, что это совершенно неразначально и уморально, чтобы Россия и Крыма уничтожены через санкции. Он говорит, что искусство и кинематограф – это очень значительные силы, которые могут объединить людей. Они ещё работают над сценарием и ещё не закончили сценарий. Но в целом фильм будет охватывать историю Крыма от древних времён по настоящее время. Их цель – показать, что это всё нерационально, то, что сейчас происходит в отношении Крыма, нерационально наложение санкций. Потому что мы люди, которые связаны между собой по всему миру. И отделять Крым и крымчан от международного процесса – это всё не годится никуда. Такой тогда следующий вопрос. Как часто вы бываете в Крыму и вот насколько вообще знакомы с нашими историческими и природными ценностями? Спрашиваю, потому что я уверен, вы же наверняка и об этом будете говорить в своей ленте. Он хочет знать, как часто вы приходите к Крыме и как вы обеспечиваете, как вы выяснили о Крыме об этом кризисе? Потому что он уверен, что вы будете говорить об этом в вашем фильме. Ну, первое, я хочу сказать, что в Одессе Фаудеации через Одессе ППС, который был президент, и в Тавриде фильме, с Ольга Шилюк, который был президент Тавриде фильме, мы делаем эту композицию. Итак, мы имеем множественные pedirльные кристии здесь, и мы очень уверены, что этот фильм будет очень хорошим. Но я пришел в Крыме ecол sets к примеру. Я был в Крыме в участи получил от «Мoopера» компании Крыме, например, «М다가ceğim Experts Интернационной». И представляюımı на «Игрышичных ассоциаций» с «Френдами Крыме». Он говорит, что совместно с Таврида Фим, который возглавляет Одиссис Пи-Пи, это Оля Щелюк, они собираются снимать этот фильм. Но в целом он хочет сказать, что прежде всего он приезжает в Крым, в котором был уже неоднократно, как представитель клуба друзей Крыма. Он считает, что Крым нельзя рассматривать как черную дыру на карте мира, что крымчане имеют право и путешествовать, и ездить по всему миру, и их цель прорвать эту блокаду и вернуть Крым, который он считает, что это драгоценный камень Черного моря, и России, и вернуть Крым мировому сообществу, и показать, что на самом деле это интересное место, и сюда следует ездить, и что Крым и крымчане имеют право на свое собственное существование. Ну как житель Крыма я не могу с вами не согласиться. Крым – это действительно то место, куда ехать нужно, куда ехать стоит. И хотелось бы узнать, быть может, уже есть какие-то наметки на будущее, может быть, вы хотите на территории полуострова снять еще что-нибудь? Крым – и он говорит, что это очень хорошо, и он подчеркивает вашу точку зрения, потому что он из Крымья, он из Крымья, и у вас есть какие планы для вашего будущего, касающегося кинематографии? Вы будете делать какие-то другие фильмы в будущем о Крыме? Какие планы? Ну конечно, когда семья родила одного ребенка, и они говорят только об этом одном ребенке. И когда он подрастает и уже получает какую-то силу, тогда они могут говорить и о втором ребенке. Так и вот в этом отношении. Они сейчас еще не сделали сценарий, приступят скоро к съемкам. Вот когда сделают первый фильм, посмотрят, что из этого получится, и тогда уже они будут думать о втором фильме, о втором ребенке, и, соответственно, будут говорить об этом и поставят всех в известность. Давайте тогда поговорим, быть может, расскажете нам о команде, о коллективе, который занимается вот этой работой. Он хочет рассказать о шоуточном команде, о шоуточном команде, который сейчас делает этот фильм. Вы можете сказать, кто есть режиссер и актер? Один из режиссеров будет Христос Ралис из Гристии, он будет режиссер из России. Сценарий будет совместен с русскими и греками. И шоуточные будут происходить в Гристии, в России и в Крымьях. Так что это со-продукция 50-50, 50%, 50%, не только на финансовой базе, но и на производственной базе. Но, конечно, магнит и основной театр... Я извините, могу я перестану вас? Дело в том, что время нашего эфира ограничено, и оно подходит к концу. Я хочу сказать вам огромное спасибо за такой интересный рассказ. А с гостям хочу напомнить, что у нас сегодня здесь Константин Ассихос, заместитель и председатель Международной ассоциации «Друзья Крыма», и Николай Вовк, преподаватель кафедры иностранной филологии Таврической академии КФУ имени Вернацкого. Субтитры создавал DimaTorzok